но давайте давайте скажем так что хороший в целом по качеству по техническое оснащение первый тайм и второй тайм вот это огромное желание быстро играть вперед после выигранных мячей вы видели даже у Мара было несколько эпизодов подряд за 30 секунд трижды теряет вот так мяч который мы выигрываем где нужно сохранить мяч где нужно сыграть более спокойно надежно и вот эти моменты думаю немножко но исказили вид второго тайма хотя по игре я не видел проблемы не видел что могут возникнуть определенные сложности да у соперника было два эпизода но здесь мы не доигрывали с левой стороны и мы в первом тайме не доигрывали с левой стороны в целом ребята провели хорошую игру здесь вопросов нет претензий нет и заняли второе место в группе но усложнили себе график очень эффектное спасение дженнистомер совершил насколько велика его сегодня была роль в победе но если вратарь не будет спасать то значит ну зачем вратарь они все сегодня бились и все сражались и очень много мячей выигрывали сказать чтобы возле наших ворот ничего не создавалось и не будет создаваться это сложно потому что ты все таки имеешь соперника который тоже хочет забить который тоже пытается сыграть в атаку эти моменты будут создаваться здесь я не вижу ничего страшного но я увидел очень много хороших моментов у нас но они они оказывают друг другу большую конкуренцию это понятно сейчас пока росла получил артур получил мастраму нигматуллин и он не готов ближайшие дни я думаю начнет работать в общей группе и эта конкуренция это очень хорошо для вратарей незначительные повреждения но у него был подвергнул галлисток но уже прошло достаточно времени и я думаю в ближайшее время уже он будет в общей группе что вы получили последний от меня вопрос уже известно что в четвертый мая МРЗСКА попадает в убитно вообще есть ли у вас какие-то возможно особые ожидания можно так запекать вперед и вообще что ждете готовность вас далее но есть особое пожелание не бежать впереди паровоза поэтому не буду забегать вперед мы будем идти от матча к матчу Расшир Маркович вы сказали что у нас были проблемы на левом краю но при этом Ильич Городов отыграл весь матч и в конце показал что он уже был без сил почему его не поменяли? потому что он должен был упасть и больше не вставать тогда бы поменяли а так вы же знаете что у нас все равно обойма недостаточно большая и как будто заболел у него была температура насморк поэтому поэтому этот график тяжелый он немножко беспокоит и очень важно чтобы никто не болел и не был травмирован как это сделать? никто от этого не застраховал поэтому вот это первая головная боль которая сразу присутствует на месяц ноября ну то есть болезни того же Чуни температура это все из-за графика из того что не успевает ну нет это нормальное явление человеческое когда каждый из нас болеет ты же тоже болеешь мы же тебя не будем выдергивать из дома чтобы ты пришел на пресс-конференцию ты заболел точно так и Чуни мы его не будем выдергивать пока он не выздоровеет но у него температура и уже к сожалению она держится больше недели и это не очень хорошо касаемо кубка в дальнейшей стадии тоже будет экспериментальный состав? нам придется много экспериментировать потому что вы прекрасно видите что все равно мы зависим достаточно от такой группы игроков которые должны быть здоровы для того чтобы вот эта конкуренция она присутствовала и мы могли в меру тех наших возможностей пройти безболезненно этот этап но на сегодня мы видим что прогресс и в том же кубке по сравнению с прошлым годом он есть нанимаешь второе место проходишь дальше оставляет за собой шанс даже если не проходишь дальше все равно вернуться поэтому ну опять присутствует позитив наверное не очень хороший позитив для тех кто этого не хочет так или иначе возникает вопрос о последних слухах в адрес вашей дальнейшей работы кубине свинчика как вы вообще на все это ведете? ну знаю об этих разговорах знаю знаю об этих беседах тоже так они ведутся с лета еще и меня это не удивляет я уже говорил знаю людей я думаю ты сам знаешь все сейчас задаешь мне вопрос но если я буду на это концентрироваться то вместо язвы желудка у них будет у меня понимаешь? а мне это не нужно я делаю свою работу есть доверие президента есть доверие Раиса моя ответственность перед ними а то что ну это же это нормально в порядке вещей когда начинается вискла и потому что задержался уже на полтора года надоело уже представляешь что будет если я еще полтора года передачки в больницу будем носить потому что не выздоровеет это столько лет уже в футболе и это проходишь и понимаешь что оно не закончится это так и будет а это слабость людей да вот те кто есть я понимаю что они делают свои дела и я уверен в том что лучше они не сделают потому что с теми возможностями сегодня которые есть которые пробивает президент вместе с Раисом мы выжимаем мы выжимаем максимум у нас появились молодые пацаны хорошие которые могут вырасти они становятся капиталом у нас нет таких инвестиций которые были раньше в меру своих возможностей мы стараемся приобретать многие футболисты выросли в цене это капитализация все есть все нормальная команда более-менее идет нормально но мы же понимаем что нам играть подниматься наверх ну хорошо хотим и конкурировать с Динамо ну пусть у нас будет хотя бы не 80 миллионов на поле понимаешь а потом выходит еще 8 на замену а 18 вообще не выходит как сказать и еще один за 9 миллионов парень выходит и мы должны стараться давать бой должны но все равно даже по игре которая была с Динамо выглядели очень неплохо но исполнительское мастерство оно решило все очень быстро пропустили мы а такую команду как Динамо давать такие шансы это чревато игры неровные они будут все равно потому что стабильность это признак класса нам сегодня этого запаса прочности пока не хватает пока не хватает но это процесс строительства это процесс строительства поэтому ты думаешь как тренеру мне не хочется туда что слушай я хочу быть там но я должен быть реалистом я должен понимать что умеют ребята что можно им дать где их максимум чтобы они не дошли быстро очень до этого максимума чтобы у них был запас еще чтобы мы могли еще развиваться кто-то будет приходить кто-то будет уходить меня волнует качество команда других наверное волнует как раз другие дела вот и все но если говорить о реализме то Рубина на 7 месте но при этом было огромное количество возможностей конкурентов побогнать да каких конкурентов Ростов крылья ну мы пока в крыльях что-то ну мы же не сзади них но это такие же возможности точно так говорят и другие команды тот же Ростов точно так говорит понимаешь ну все команды так говорят и надо понимать мы находимся там где должны находиться да ну приблизительно это те самые места 7-10 и находимся там ну поэтому конечно еще раз мы все хотим быть выше но если не будет амбиции там то не очень хорошо они должны присутствовать возможности это другой вопрос а говорить ну скоро опять начнут говорить ну что и если на это не реагировать а ведь делать свое дело представляешь что с такими людьми случается это в футболе проходили уже миллион раз и те кто это говорят и делают я еще раз говорю я даю гарантию вот они точно не сделают лучше может другие какие-то да ну значит в передаче пусть говорят и последний вопрос более позитивный а что ты сейчас до этого не позитивный был что ли сейчас более позитивный генерал Никита Васильев как ты его оцените он провел уже большое количество времени на поле поэтому еще раз надо быть очень аккуратным когда вводишь молодых парней мы видели прошлый матч смог бы да Энри плакал и понятно я с ним поговорил после матча на следующий день поговорил ему сказал ты даже не заморачивайся у тебя хорошее будущее у тебя хорошее качество ты сыграл не на своей позиции с мячом ты был хорош все нормально естественно навыков защитников у тебя нет это мой риск ты делал все возможное голову не опускай работай и у тебя будет хорошее будущее я в этом уверен просто сегодня Никита сыграл его нужно аккуратно подводить потому что вот посмотрите если будет больше единобор борьбы стыков и более плотная игра ему сложно вести игру там где есть чуть простор он может креативно сыграть убрать мяч он хорошо работает с мячом да отдать передачу но близко это значит увеличивается количество единоборств а пока этого умения силы его возраста и физического развития пока этого умения еще нет он должен вот это пройти в тренировочном процессе его должны бить его должны бросать так чтобы он а он должен вставать и дальше а с него требовать давай давай можешь это же навык он вырабатывается вот этот навык вырабатывается количеством этих единоборств да повторением этих единоборств и ты уже начинаешь анализировать каждый начинает анализировать как он должен был правильно поставить корпус почему он проиграл это единоборство и мы об этом с ним говорим тоже Но сегодня мы видим, у нас и он есть, и Мукба есть, и Безруков есть, и Рожков есть за полтора года. За полтора года появляются эти ребята. Вы просто не присутствует на тренировке, но вот вы видите, сколько с ними отдельно после тренировок проводится индивидуальное занятие. Потому что мы анализируем, чего не хватает, и даем на практике. Насколько это сработает, это уже другой вопрос. Но наше дело дать. Давай. Павел Шапанков, ждать. Сегодня по 90 минут сыграли игроки, которые получают редко, когда 90. Данда, Тахмонали, Нижегородов, Шансов. Понравилось? Вот вам понравилось или нет? У меня много понравилось. Да. Ну, они все сегодня делали хорошую очень работу, объемную работу. И понятно, что ребята, которые не играют, для них это немножко болезненно, когда ты мало играешь. Это важно, чтобы они не теряли эту мотивацию, чтобы они продолжали работать. И те требования, которые им мы выдвигаем, они бывают порой жесткие. Они бывают порой жесткие, но вы не сможете двигаться вперед, если не будете улучшать свою игру. Если эта конкуренция не будет соответствовать уровню премьер-линии, значит, пробуйте. Они сегодня давали очень хорошую, мы видели и того же Умарали, который бился и сражался, мы видели, что Нижегородов был, мы увидели, что Дардан стал выглядеть чуть по-другому. И все равно пока мне не нравится, как он ведет борьбу. Ну, он нападающий. Но он отрабатывал, забил хороший гол. У него был еще момент, когда он мог забить, он отдавал передачу, когда второй шанс был у Умарали и у Вады. Поэтому было достаточно хороших моментов. Это позитивно, это понравилось. Хорошо, что тебе понравилось все это. Давай, ну, последний. Ну, что? Кашин Владимирович, вы упомянули молодых игроков. Мупа, Василиев, Безруков. Старых надо теперь. Но вы не назвали Кузнецова. И сегодня он тоже не играл. Это следствие вот этой перепалки, которая произошла. Да, слушай. Я вообще на эти вещи не обращаю внимания. Если они будут просто молчать и ничего не говорить, и у нас не будет дискуссий и споров, это хуже. Это должно быть. Мы с Кузей очень долго после этого разговаривали. Мы говорили о тех самых единоборствах. Ничего страшного, он в обойме, он часть команды. Значит, вопрос, как он воспримет все это. Если он сейчас проявит обиду, то это проблема. Он не должен ее проявлять. Он должен проявить характер. И когда вопрос задается, когда мы с ним разговариваем, он говорит, у меня же единоборство нормальное. Я говорю, нет, давай посмотрим так. Я же не смотрю на эти единоборства, в которых ты был. Где мы сохранили мяч, но мяч там выбили в аут, а он наш. Я смотрю, если ты находишься в зоне мяча, два метра от мяча, и ты имитируешь этот бой. И не идешь в него, он же не засчитывается, как единоборство. Для меня это важно, чтобы ты реагировал на такие моменты. Вот тогда, когда близко все, ты навязываешь эту борьбу, сохраняешь мячи, выиграешь эти мячи. Или в атаке единоборства, или в обороне. Вот тогда да. А когда мы просто просмотрели эпизод, но не вступили в борьбу. А когда мне дали пас, и в подкате у меня выбивает, это считается единоборство, а мяч улетел в аут, мы его не сохранили. Я такие единоборства не совсем правильно считаю. Я считаю это в борьбе. Поэтому и Кузя объяснил. Мы немножко по-разному понимаем это с тобой. Потому что на поле, только тогда, когда есть стыки и борьба, те же самые требования и дар данных. Я вам могу сказать, что шесть человек, с которыми я разговаривал отдельно. Кузя был среди них тоже. И все получили. Точно так, как Кузя. Ну давай, давай, скажи, давай, что-нибудь. Это другой будет матч совершенно. Да, другой будет матч. И это будет другой рубин. Вы видели себя Дюйду Джоэль, что-то под глазом. Будет он готов? Меньше моргать нужно у него. И из-за этого Чири воскошил. Так все нормально. То есть, готовятся люди? Да, все готовятся. Поэтому я сказал, главное, чтобы здоровы были все и в обойме. А там уже посмотрим. Коллеги, всем спасибо. Все, спасибо, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok